И сегодня у нас на видео настоящий Ифтар, рамаданский ужин. Народ, всем привет! Итак, с вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. Сегодня мы поплавали, идем мы покушать, покажем, что такое Ифтар, рамаданский ужин. Из каких блюд он состоит. Он будет вкусный, потому что он будет в отеле, в нашем отеле, Редисон Блю Хотел в городе Эляйн. Там, наверное, будет больше 10 блюд точно, так что все покажем, все расскажем. Присоединяйтесь, ставьте лайк и покушайте обязательно. Пожалуйста, не смотрите это видео на голодных желудах. Поехали! Ну что, вот мы входим в зал, попросила снять видео, пока людей еще нету. Все тут готовят, очень вкусную еду. Значит, что такое Ифтар? Ифтар – это ужин в рамадан, ужин, который идет перед вечерней молитвой. До этого люди не едят целый день, и потом приходят, начинают супчиков с финичков, и потом уже идут много-много-много блюд, всяких интересных соков. И люди очень довольны, потому что целый день они не ели. Я не знаю, как они это делают, это очень сложно. Вот, показываю вам салатики, кстати. Салатики очень разные, надеюсь, мы все попробуем. Вот, разные и безумно вкусные супчики есть, ну и, конечно же, блюда. Вот они стоят все закрытые, потом, надеюсь, попрошу официанта их открыть. Что у нас здесь? Ягненок будет, рис, рыбка, говядина. Ой, ну уже слюнки текут прям, а я представляю, когда люди целый день не ели. И, конечно же, будут фрукты и сладости. Вижу здесь, по-моему, и кунафу, и всякие остальные, и, наверное, турецкие сладости. Кто был в Турции и Египте, конечно же, мы пробовали. Ну и, конечно же, сладости, которые, наверное, принадлежат только Эмиратам, где-то финики должны быть. Хотя, конечно, честно, финики и в Египте, и в Турции есть, но в Эмиратах как-то я больше всего ела. Ну вот такой вот чудесный, чудесный ифтар, ужин в отеле Redison Blue Hotel. Вот, все уже готово просто. Вот такие вот популярные фонарики. Помню, дети мне в школе дарили. Такие чпицные рамаданские фонарики, в них лампочка должна гореть, и это все очень красиво. Все уже просанитаризировано, есть выход на улицу, и повара уже готовятся. Вот, через полчаса начнется ифтар, и, конечно же, я постараюсь снять вам все интересное, но без людей. Люди попадать в кадр не любят. Ну вот такие вот, в общем, дела пока. Решили мы выйти на улицу. Видим, всего 56, может быть, внутри. Внутри просто прохладненько, кондиционеры. Мы по стрелке, как я уже сказала, вот облюбовали себе шикарный столик. Уже поставили сумочку, вот уже салатики, можно так сказать, через стекло. Скоро все начнется, и вот молодой человек готовит еду здесь. Наташа обнаружила, а не я. Hello. А вот почему у нас часто шашлычками в тренажерном зале пахнет. А вот дверь в тренажерный зал. Вау, so nice. Great, great. After 10 minutes, yes. Вот через 10 минуток это все, вот шикарная вещь будет уже внутри. И мы это все попробуем. Ну, это просто вообще здорово. Это и котлетки, и микс, и гриль, и шашлычок. В общем, все в одном. Ну, в бассейне никого нет уже. Все пошли переодеваться, потом все пойдут на прекрасный ужин. Ну, и мы тоже с вами пойдем. Сейчас пока вот снимаем вам напитки. Напитки рамадана, винта. Знаете, скажу так, такой разбавленный сиропчик, от которого иногда болит живот. Мы с Наташей его как-то пили, и нам не понравилось. И такая, знаете, как вот гранатового цвета такая смесь. Джалаб. Что такое джалаб, мы не знаем, честно. Это вот, значит, розовая вода с молоком. Я предполагаю, это вкусно. Надо взять попробовать. Дальше тамер хинди. Честно, не знаю, что такое, надеюсь, не винта. И сок апельсиновый. Ну вот, в принципе, это и есть рамаданские напитки. Они включены в сегодняшний ужин. Попросили нам показать меню. Что-то люди засуетились. Я же как бы не потому, что я хочу что-то плохое. Наоборот, я хочу рассказать и показать все про меню. И они почему-то вот взяли меню и стараются его переделать. Вот есть здесь хумус. Мы подошли уже ближе. Шпинат. Дальше что у нас еще здесь есть? Ладны, это шарики вон такие белые возле винограда. Фатуш. Это такое вот что-то вот набросанное горочкой такое. Балида. Не знаем, что это такое. А табулет знаем. Это смесь такая помидорчиков и зелени, да? Зеленое такое. Дальше есть гарден салат. Ну, понятно, это все, что сорвали в саду, наверное. И ориентал салат. Это какой-то вот салат такой, не знаю даже с чем-то. Да, да. Какие-то каша, рис набросаны. Так. Все еще, видите, я не могу подойти ближе, потому что вот красная линия. Все-таки еще ковид. Так, что у нас здесь? Салат какой-то не могу прочесть. Да, ну это, скорее всего, просто уже такие порезанные овощи. Есть мотобаль салат. Слабне. Понятно, что слабне это белое, но мы, честно, я даже не знаю, что это. Окра. Окра это бамья. Помните, мы усунила на ферме. Были, это уже готовая бамья. И дальше что у нас? Написано кишки. Но мы понимаем, что не кишки, это баклажаны. Баклажаны, натяненные какой-то вкуснотенюшкой. И оливочки. И еще вот это вот, не пойму, это или икра, или какая-то аджейка, честно. Не могу вам сказать, пока масло есть. Тут точно супы. И пойдемте еще более серьезно покажем вам сладости. Заходить, как обычно, я не буду. Видим, как оно все огорожено. Все-таки более серьезно становлюсь. Это, понятное дело, ананасик, арбузик, салатики, скиви, клубники и апельсинчиков. И дынька. Дальше вкусняшки такие пироженки. Вон брау не вижу. Что-то фиолетовое, наверное, как чизкейк. Потом, скорее всего, виды такой пахлавы. Да, я думаю, что виды пахлавы. Это вот басбуса такая очень вкусная вещь. Ум-Али закрыт. Это такая белая смесь вкусная. Ну, дальше брауни кексики, чизкейк, скорее всего. О, это вот вкусные такие штучки. А очень рассыпчатое такое тесто. И внутри финики обычно. Ну, вот пахлава уже. Ясно, что это пахлава. Даже тут прям заканчивается эта штучка. Можно подойти. Это такая колбаска, начиненная орешками и, наверное, какой-то сладкой патокой. Снова пахлава. Ну и, конечно, фруктишки. Вот уже вам более обстоятельно показали. Разрешили подойти чуть-чуть. Вот уже люди приходят, так что идем с ними там еще. По-моему, есть там шаурма, курага или что-то еще такое. Ой, завернутая шаурма, да? Вообще здорово, как сделали прикольно. Сказали, на маске одеть странно, как мы есть будем. Ладно, снимаем в масках. Ух ты, шаурма такая прям уже готовая. И дальше такие вкусные кибая хамис. Это вот такие вот с мясом зажаренные вкусные штучки. И шпинат, видимо. И здесь со шпинатом зажаренные штучки. Вот, так что. Такой интересный вот ужин. А, уже можно начинать. Все, ребята пришли. Да, Эмре все показывает. Эмре, кстати, из Турции. Так что немножко чувствуем себя в Турции. Прикольно. И меня снимают. Прикольно, здорово. Надо подождать, чтобы нам открыли. Было бы интересно. Это у нас ягненок. Вот это шикарный. С рисом. Окей. Next one, please. А, это рис. Рис. А это рыбка. В каком-то, в розмарид соусе в каком-то. А это у нас что? Да, вот баша. Да, вот баша. Это фиш омид. Фиш омид. Это мясо. Да, вот баша. В общем, кто знает, в комментах там напишите. А это что у нас? Сама. Сама фиш. Фиш. Сама фиш. Это я точно знаю. С арабского еще. А это, это вижу, что мясо. It's lamb. Oh no, lamb. На Лоханта Джим, это lamb. Так, oriental potato. Какая-то картошка поориентированная картошка. Обычно я так думаю. А, точно. Это я тормоз. Брокколи. Это полезно. Да, и калифлауэр полезно. А вон то, вот еще что у нас? Сосиски. Сосидж. Сосидж-сосиски. И там что еще у нас есть? Чикен. Мы уже прям мальчика в угол выгнали. И панир. Чикен и... И маршрум панир. Это уже индийское блюдо. Thank you. Все. Аумали, как они опынят. Вот, как мы говорили, белая такая вкусняшка. Thank you. Все, теперь идем брать. Идем вам, браво. Идем вам, браво. О, давайте посмотрим, как ламба будет резать. Тоже мальчишки снимают видео, поэтому... Are you lucky? А тут... А, I'm ready. I'm ready. Давай, давай, давай. I'm ready. I'm ready. Начинать, да. С почина можем начинать и набирать. Классно. Идем ОМРЭ спрашивать. Отличие какое? Что это? А это из фиников. Это роза с молоком. А, джалап, это финики, роза и вода. Вим-то это такое себе. Ну, в общем, я, наверное, попробую что-то такое. Что будем пробовать, Наташ? Давай, может, вот роза и джалап. Это под, под, и под, и под, и под, и под... Что ты порекомендуешь, Эмре? Эмре по-русски говорит чуть-чуть. Вим-то, ноу-ноу-ноу. Вим-то, не-не-не. От него так живот болит. Просто ужас какой-то. Литл, литл. Сейчас Наташа будет пробовать, я посмотрю. Наташа, ты попробуй, скажешь свое мнение. Можно. Ну, а чего нельзя? Давай. Это джалап, это роза, финики. Что? Очень вкусно. Очень вкусно, отлично. Хорошо. Это роза, финики и вода. Дейтс, роз и вода. Нет, нет. Нет, нет. Сейчас я перестану. Чернослив. Чернослив, скажи. Драй плам. Клам? Лайк. Драй плам. Класса, я не драй плам. Наташа, дядь, как чернослив и безумно вкусно. А как компот из сухофруктов? Драй. Хорошо, давай этот попробуй. Хинди, тамер хинди. Что это такое у нас теперь? Только финики, я вам сказал. Не знаю. Можно? Жень? Конечно, можно. Это, я не понимаю, а как мята? Ну, давай пробуй теперь, розу пробуй. А минь, 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 минь. Рассказывает, что специфическое. Ну, а как вообще, в смысле? Да, вкусно. Я даже не знаю. Тогда я возьму, наверное, два вот этих, вот, джалаб и роза вода. Ну, отдельно, самостоятельно. Ну, типа, ну, отдельный пид, так-то, ну, просто попробовать. Оставь мне один глоточек, попробуй, чтоб так не брать. А возьму пид, наверное, джалаб. Да, два, два джалаба, пожалуйста. Все, давай. Который лучший? Больший лучший? Больший лучший, мы считаем, что этот. Я люблю этот пакет. Какая ваша опьянка? Вот у мальчика-блогера сейчас спросим. Оранж? 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 Оранж, это хорошо, да. Но первое время мы хотели попробовать один, два, три. Мы не пробовали. Рассказывай, что мы такое не пробовали даже. Да, мне попробовать розу, Наташа. Так, надо, Наташа, класть забирать. Все. Ну, прикольненько такое. Знаете, такое мороженое со вкусом розы. Розы и чего-то еще. И ваниля разбавленная. Ну, дальше, ты берешь? Да, ну, возьмем пить, мыть джалаб. Да, пойдем. Все. Все, я не знаю. Все, идем и вернемся. Да, идем. Сейчас вернемся. Ой, на улице тоже хорошо, вообще сказочно. Эх, скучаю по Турции и Египту, когда раз выходишь и смотришь на бассейн или на моречку. Я говорю, кстати, очень обходительный молодой человек из Турции, работает здесь. Познакомились вы позавчера. Впервые увидели его здесь. Все, уже народ начинает сходиться. Сейчас будем идти брать блюда. Я набрала себе супчик. Супчик калифлауэр. Из капусты овощной супа Наташа все салатики берет. Сейчас Наташа все возьмет, и мы, наверное, покажем уже, покажем, наверное, уже снаружи. Так аж дух захватывает столько всего. Помните видео мы раз детстве уже снимали? Тоже такое изобилие было вообще. В общем, вы поняли, да? Здесь вам накладывают. Здесь, конечно, вы сами ничего не берете. Посмотрим. Ну, все, в общем, очень комфортно. Ну, и потому что ситуация ковид, конечно. Так, ну я пошла супчик пробовать. Мухаммара. Мухаммара. Это, помните, в сексе город, который этот был второй. В этом городе самая лучшая мухаммара в мире, когда Керри встретилась с Эйдоном. Мы все мечтали попробовать, что такое мухаммара. Они как-то не могли понять. Все, давай, берем и идем пробовать супчик. Ну, давай, супчик здесь только калифлауэр, овощной. Так что пойдем на волю пробовать супчик. Thank you. Принесла я супчик, а уже здесь стоит угощение. Помните, я говорила, что сначала нужно там съесть финичков, попить водички, поесть супчик. Уже финички, курага, чернослив, изюмчик лежат здесь. Очень комфортно, очень красиво. Наташа, что мы с собой-то все заберем? Так, ну вот сейчас будешь пробовать, да, все эти салаты? Я даже не знаю. Расскажешь, как они вкусные, невкусные. Ну, давай хоть чуть-чуть, пожалуйста. Давай финичек попробуем. Ну, финичек точно будет вкусный. У нас кто-то уже можно снять. Попробуй мухаммару, пожалуйста. Меня очень тогда эта вот фраза так удивила. Лучшая мухаммара в городе, а мы не знаем, что такое мухаммара, а не в Эмирате Абу-Дабе. Ну, снималась-то в Марокко фильм. Секс и город. Фильм, вторая часть. И мы наши стали искать, что такое мухаммара, а вроде оказался какой-то соус. Ну, давай, лучшая мухаммара в отеле Radisson Blue. Что такое мухаммара? По-моему, перец, орехи. Теперь озвучиваю вам, что микрофон у меня, перец, орехи. Ну, такая вкусная. То есть, они не простой соус, да? Ну, правильно, Наташа взяла салат. И, кстати, тоже вам дам совет, как училка физкультуры, как тренер. В общем, если попадаете на поздний ужин, все ваши это салаты и мясо. Тогда вы не поправитесь. Вот, всем желаю приятного аппетита. Сходила, взяла себе тарелочку. Сейчас расскажу. Оранжевенькая это мухаммара. Справа от нее лежит окра. Потом салат из лабне. Еще мне положили овощей. Шпинат и табуле. Ну, я не знаю. Я попросила мне овощей класть, чтобы не было углеводов. Так что вот моя тарелочка. И Наташа уже своей тарелочкой расправляется. Да, вкусно? Все вкусно? Ну, отлично, супер. Вот, слышите, уже мула поет, призывает к молитве, после которой должен быть уже, ну, раньше начали. Очень красиво поет. Молодой, молодой поет, да? Ну, как тебе все? Я объелась народу. Наташа объелась всей этой тарелочкой с салатиками. Наташа объелась. Я в шоке. Не повод для шока, это вкусно. Ну, вот, все, что... Помните, какая тарелочка была? Я просила девушку понемножку, по полу ложечки класть. Да, девушка там уйдет по две ложечки с салатика, так что вот. И этот и супчик еще, ну, вообще перемолотый, в принципе. Ну, я очень вкусно. Ну, кстати, окра для меня была жирноватая, а не пережарит. Пережарит, а чуть-чуть, да? Ну, как бы, ну, не то, что пережарит, а именно масла много. А все остальное очень вкусно. Это более, кстати, очень вкусно, потому что они очень любят кислое делать. Я не люблю кислое. А это нормально. Вот. И чего еще? И, кстати, мне хумус показался немного такой, знаешь, как позавчерашний. Не, ну, может, позавчера его оставили. Ну, а теперь, может, вот такие девушки. Может, какие красивые девушки пришли, но мы... Не, мы их не будем снимать, просто они все красиво одеты. Я тут в своих шлепках теперь себя чувствую не утомить. Да, мы после бассейна в шлепках в этих, как бы, кенгурушки, так что вот. Не, очень вкусно, но, наверное, калорийно. Очень калорийно, да? Угу, я думаю. То есть, как можно вот шестью салатиками наесться просто вот вообще? Но я все равно мяско хочу. Там же, мне кажется, уже приготовил. Да, ну, надо пойти просто потом мяско попробовать чуть-чуть. Свежим, свежим. И потом, вполне возможно, кофеек с каким-то одним пирожком. А кофе не входит. Кофе не входит. Значит, с водичкой. Да, вот значит, с каким-то рамаданским напитком. Вот с таким вот, кстати, очень вкусным. Жалаб. Жалаб. А тот немного свежее, скажем так. Это точно тут проху. Чернослив. Мне кажется, чернослив здесь. Чернослив может дейтс и розовая вода. Очень вкусно. Ну, это должно быть безумно вкусно. В общем, если есть такая возможность, попробуйте сделать. Очень умеренно сладко. Это будет прикольно. Вимк-то не мой напиток. От Вимк-то у меня произошло на лице беда. Еще хочется тот второй еще потом возьмем. Которые два имени. Идей пока не так-то много. А вот девчонки, кстати, те, которые... Все такие в платьях красавицы. Молоденькие красивые в платьях сейчас. Да подсними, подсними. Да не, не будут снимать. Я их стол сниму. Зачем? Чтобы люди потом кричали. Убери камеру. Люди же пришли красивые. Чтобы показаться. Давай снимай. Да нет. Ну вот девочки идут. Да, красиво одеты все в платьях и все в масочках. Ну, вот такой вот у нас уфтарчик сегодня. Наташа за мясом пошла. Это правильно. Рис не надо только мясо. Вопроси, мальчика, тебе отрезать. Как-то он тебе совсем так бедененько. А, нет, все. Все, хватит. Окей, окей, окей. Fine, fine. Thank you. Не надо, надо чуть-чуть попробовать. Правильно? Чуть-чуть ягненка попробует. Чуть-чуть рыбку. Я тоже, наверное, так сделаю. Рыбка вон за мальчиком. Бифчик он кладет. Так, дай-ка я обойдусь с этой стороны. Чтоб вам было видно. Ну, нам сказали, что это, по-моему, мид какой-то, ягненок. Ого, ты съешь столько мне? Ну, давай, конечно. Там кот есть. А, у нас там котик нас ждет, правильно. Наташа умно делает. А вот это? Рыбка вон за мальчик. Я хочу все попробовать. Я хочу все попробовать. Ого. Сейчас, подожди, блюдо, да, я его здесь покажу. Вот это вот все варианты практически рыбы, мяса, которые были. Все, идем, идем пробовать. Будем пробовать, будем кормить котика. Пошли. Ну, вот мой скромный такой кусочек, что я взяла. Вам видно. Немножко рыбки, ягненка и немножко тут грибов с брокколи. В общем, идем пробовать. А вот мое скромное. Барбекю? Окей, вы получите, спасибо. О, супер. Приглашают нас на барбекюш, а что-то надо бежать. Смотрите, что я взяла. Чуть-чуть попробовать лэмбо. Что-то тебе с косточками. Огненка, ну, чуть-чуть так бы. Вот тика фиш взяла рыбку. Еще взяла вот эту вот штучку, которую мы сначала не осознали, что это шарик какой-то. Я думаю, это какая-то как котлеточка. И взяла вот это вот грибы с брокколи. А ну, давай пробуй. Давай, все, сейчас буду пробовать, давайте. Девочки красивые, на нами пересаживаются. Можешь как раз поснимать. Нам ничего не будет. Рыбочка, рыбка. Это салуна или тика? Тика фиш без косточек. Очень хорошее желе. Как желе? Что такое, оно хорошее такое? Филе. Филе? Филе. Тут ничего нету. Да, нет. Нет, там нормально. Так, давай другое пробую. Свежее или так себе? Свежее. Свежее, да? Я ж как рыбу не люблю, в принципе, такие, как и Наташа не любит рыбу. Панир. Да, это панир, кстати. Только он не в шпинате, а в грибах. Сырок вкусный? Сырок. Нормально? Эти девочки пересаживаются, потом дождик начинается. Дождик начинается? Сегодня какой-то вот дождик в Амираках. Котлетку пробую, вкусная котлетка. Сейчас попробую котлетку. Что это? Мне кажется, котлетка с овощами. Там будет овощи внутри. Это говядина или говядина? Свежая, вкусная, прожаренная? Не пережаренная, прожаренная, свежая, да. Мне кажется, еще и сушеное немножечко. Сейчас попробуем ламбиком, ягненком. Ягненок чуть-чуть, мне кажется, жирноватый, чуть-чуть. Потому что он там весен. С маслом, да? Да, лежал. А по солености, вот как тебе приготовлено? Я пойму, конечно. Нормально, но в сторону что? Чуть-чуть больше соли, чем надо. Ну, просто как бы мы увлекаемся правильным питанием. Я бы соли меньше положила, просто вот для правильного питания. Вот они костики мяса. Думаю, это все вкусные. У тебя тут. Значит, повезло тебе. Хороший кусочек мальчик дал. Вкусно-вкусно. Ну все. Мясо и салат я там. Теперь я буду кушать. Ой, там еще люди приходят. Все. Приятного аппетита. Пробуй, да? Да. Привет. Теперь ты пробуешь прямое включение. Теперь я хочу оценить. Ягненка, да? Теперь твое мнение про ягненка. Отличный. Тебе, наверное, какой-то кусок попался, если по солоности. Вообще шикарно. Ну, я бы сказала, что просто можно было туда вот меньше соли положить. Ну, по мне вообще шикарно. Отлично, да? И мясо не твердое. Ну, классно. Так, ладно, рыбку. Это, по-моему, тика, да? Рыбу я очень спокойно отношусь. Без запаха. Классно. Классно. Классно, это же здорово. Вкуснятина. Просто и нас девчонки тоже обсуждают еду. Так, вторую рыбку. Салон, а я рыбка салона, давай. Тоже не пахнет рыбой. А может, это тика с овощами такая вкусная? Ну, не знаю. У меня, по-моему, тика без овощей. Мне кажется, это одна и та же рыба, только приготовлена по-разному. Классно. Ну, сорт рыбы, да, возможно, один и тот же. Так, вот это я не знаю, что как кебаб или как мне, это кусок, это как мясо. А мы сейчас посмотрим, что это. Может быть, говядина даже. На кебаб похоже, да. Ну, же они еще на мясо приглашают? Это же субамцыки можно. Ну, за шрифт можно просто сходить посмотреть. Это говядина, и это надо жевать. Надо жевать, и поэтому... И не взяла. Ну, сейчас котик придет. Надо курицик не упалывать. Сейчас котик придет, покормим котика. Нет? Ну, твердоватое. Надо жевать. Все это. Курочка. Курочка как курочка. Вкусная. Ну, я курочку не брала. А вот это говядина какая-то. Курочка у нас почти каждый день, поэтому я курочку не взяла. Это мягкая, говядина вкусная. Ну, короче. В общем, по пятибалльной системе сколько? Оно все свежее. Запаха постороннего нет совершенно. Все пахнет вкусно. Короче, мне нравится из этого всего. Ягненок, рыба и вот это мясо. Ну, почти то, что я себе и взяла. Все, приятного аппетита. Зато классно видно, смотри. Сейчас просто попросили нам принести шашлычка. МРЭП. Ну, так, конечно, лучше видно. Да, она была сразу с шашлычкой снимать. Очень классно видно. Ну, тогда тоже было. Тогда тоже было, ну, так, нормально. В общем, ждем шашлычки. Там видно вдалеке, мальчик накладывает. МРЭП заказал нам целую тарелку и биф, и курочку, и сказал кебабы еще. Сейчас посмотрим, что нам принесут. Вообще интересно еще попробовать. Это же не значит, если приготовили, то... Это нам. Yes, it's for us. Thank you. Вау, Наташа, держи. Ну, это как раз видно, что курочка светлая. Справа это говядина, и слева это кебаб. Все прекрасно видно. Да, конечно, сейчас будем пробовать. Давай. Наташа пробует, но микрофончик у меня, поэтому я, если что, вам озвучу. Ну, наверное, по Наташину в лицу видно будет. Что у нее есть мясо легче, чем все приправки. Спасибо, Эмре, спасибо. Я после пишу, Эмре, сейчас. Эмре русский знает. Да, я уже рассказывала, что Эмре турок, и он знает русский. Поэтому мы хорошо себя чувствуем, будто мы в Турции на отдыхе, и никакого поведа нет. Так, курица хорошая, но по мне бы немного больше соли. Ну, классно. Не знаю, вы услышали. Наташа говорит, курица хорошая, но больше бы соли. Ну, опять же. Я уже микрофон прицепила, чтобы вам было лучше слышно. Меня, по крайней мере. Кебаб кебаб кебаб. Шикарный кебаб, но отлично все. По кусочку кебаба, смотри, три положили, один котику оставляем. Сейчас же кошечка придет, мы тоже покормим. Ну, давай говядинку еще. Тоже, да? Ну, в общем, и в Таром мы довольны, да? Мяса много. Нам сказали, приходите в пятницу, в субботу, и на выходные будет много мяса. Я не знаю, куда еще больше мяса. Объясните мне, пожалуйста. Куда еще больше? Нет, нормальный здесь. Салаты? Ну, они с заправкой были, а хумус это вообще углевод такой конкретный, мне кажется, вообще тяжелый. В общем, сейчас еще чувствую, подъедим, и как в Турции, на второй круг пойдем. Так как самолет не будет с первого раза сидеть, да? Так, идем теперь за сладеньким. Так надо же позвать, чтобы нам это дали. Позови. Все такое вкусное, как бы не поправить, что вы думаете. Нет, я думаю, позвать надо кого-нибудь. Эмре, отдай нам это. Эмре, можно? Красивое какое украшение все. Что ты? Наверное, все вкусно, а попробуйте бегать. Так, Оля говорит, надо попробовать все. Албасы, полуцветы. Ну, наверное, видно, что калорийное сразу. Все калорийное. Ой, так оно классное. Ой, кстати, ребята, эти наши орешки, орешки, знаете, они здесь называются, как глаз верблюда. Оля говорит, что эти орешки, которые у нас называются орешки, это глаз верблюда. Кэмэл Айс называется. Да, вот так он. Так, ну давайте, приходите к нам уже. Так, Оля сейчас будет брать. Наконец-то кто-то к нам пришел. Оля, отойди, чтобы я видела. А теперь что? Мне... О, вот это на двоих, ладно? Это на двоих. Окей. Я хочу вот ту фиолетовую штуку, я не знаю, что это. А, вот эту, а какой-нибудь? Я хочу кэмэлайс. Кэмэлайс? И вот ту маленькую штучку. Вот ту маленькую, маленькую. A little. Да, пальцами не... Толстые. А с фисташкой, смотри, какой апплицей, фистаччо. One. Давай одну колбаску, я думаю. Да, давай одну эту. Наверное, что уже четыре сока больше. Хочу апельсин. Апельсин. Да, в руки возьми. Два, два, два. Все, окей. Ты берешь? Thank you. Покажи. Покажи, как оно смотрится. Иди на завтрак, честно. Руссо-турист. Руссо-туристы? Это хорошенько. Все, идем пробовать. Все, идем. Ну, пробуем сладенькое? Да, пробуем. Так, пробуем вот эту вот штучку. Предполагаешь, это басбуса. Она тянется вот такими... Нет, это не басбус. Нет. Ну, это бахлава, нет? Ну, ладно, давай, ешь. Как? Сладкая. Внутри что-то холодное, типа мороженого, а по-моему, банан даже. Да ты что? Ты только оставь мне, пожалуйста. А, ты такой не пробовал? Нет, не взяла я такое. Попробуем. Мне кажется, что-то на чизкейк похожее такое на чизкейк. Да, похоже. А может, текстер. Все, глянем. Ммм, чизкейк. Да? Может быть, как черника, мне кажется. Класс. Что это? Это бахлава, точно. Ммм, свежая, что сыпалась. Свежая или так себе? Нормально, да? Она же сыпалась. Ага. И, ну, бабушка такая. Вот я не знаю, как ее раз делать, потому что, видите, начинка как-то, я не знаю, как они эти орешки прилепили. Ммм, должно быть вкусно орешки. Да, орехи с медом или сахаром. Они в какой-то немножко сладкой патоке, но очень мало этих патоке, слава богу. Они как будто там по отдельности есть. Это масштучка. Такого панька, кусочек, на похлобу похоже. Ммм, похлобы. Какие прикольные. Думаю, что она такая буржерная никакая. Очень классная. А ну попробуем мы у меня теперь. Эрешки и штучки очень классные. Вот этого, да? Да. И фиолетовых хочу попробовать. Смотрите, мы мясо не доели даже. Знаете, вот как гордо. Как такие казинаские. А, понятно, понятно. Мердоватая по вкусу я даже не понимаю. Короче, выбор не очень. А вот это фиолетовая. Несладкая. Фиолетовая. Ну и это ты. Кремчик, кремчик. Слованная и легкая. Думаю, что типа голубики, черники. Не, не, не знаю. О, они. Класс. Вот сладкая и легкая. Прикольно. Они, знаете, сладости какие-то такие нежирные. Очень, очень хорошо так сделаны. Они оба сказать по правильному питанию, но, конечно, лекарь сладости. Вот это вкусно. Ребята, будет возможность ходить на Эфтарк. Постарайтесь обязательно. Это как Новый год. Только каждый день. Как Новый год. Ну это Новый год в принципе получалось и не праздновали. Да. В Бабу-Дабе мы поели на рождественский ужин вкуснейших креветок. Ну рождество там праздновали 25 декабря. Смотрите видео вверху. Было очень здорово. Ну и да, получается. Но Нового года у нас не было. Приехали домой с Матлики. Вот такой Новый год. Так что сейчас? С Новым годом, который в апреле. В апреле. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ура.